Набираем полторы тысячи лайков и я сразу сажусь записывать новую серию. Также можете заглянуть в мой инстаграм. Все ссылочки есть в описании, в закрепленном комментарии. Ну и заглядывайте также на мой второй канал, посвященный супергероям. Его название Фандом Лига и ссылочка также есть в закрепленном комментарии. Мы, ребята, продолжаем борьбу в чемпионате Германии. Довольно неплохо пока что наша команда выглядит, но, как мы видим, довольно плотная борьба в турнирной таблице. Много команд идут бок о бок. Я думаю, такая же борьба будет идти до самого конца. Поэтому нам не стоит совершать ту ошибку, которую мы допустили в момент нахождения в Интере. Мы сыграли с Ювентусом в ничью, где-то мы уступали и из-за этого при равенстве очков заняли в итоге только лишь второе место. Сейчас нужно стараться набирать очки. Как мы видим, Джеймс Дэвис стал лучшим игроком месяца. В сентябре это приятно. Первая его награда в Дортмундской Боруссии. Сегодня у нас также встреча с Пауком в Лиге конференции. Посмотрим, на что они способны. В прошлой серии матчи были очень жаркие. Много было забитых голов. Но я надеюсь, сегодня серия будет не менее зрелищная. Так что у Сару здесь поудобнее. Наливайте себе чаек, берите печеньки, вкусняшки и погнали на первую игру. Вот так вот выглядят стартовые составы команд. И поехали. На данный момент Джеймс Дэвис является лучшим бомбардиром Лиги. У него пока что забито 9 голов. Это неплохое начало для дебюта в Бундеслиге. И не стоит, конечно же, на этом останавливаться. В комментариях продолжают спрашивать, будут ли другие карьеры. Ребята, обязательно будут. Сейчас я просто пытаюсь, так скажем, для себя выбрать, что лучше сделать на канале. Именно какую карьерку начать, чтобы это было интересно и мне в игровом плане, и вам интересно в плане просмотра. Так что я надеюсь, что вы меня поддержите, когда карьерка выйдет. И, собственно, будем с вами продолжать. Пока играем за Джеймса Дэвиса. Не забываем также, что, ребята, у нас стартует и рестлинг на канале. И не собираюсь я заканчивать с UFC. Он тоже будет, ребята, в другой весовой категории, как я и обещал. Ну а пока, пока, ребята, Кёльн пытался провести атаку. Джеймс Дэвис сейчас на фланге. Набираем скорость. И ждем партнера. Кому бы сделать передачу, можно прострелить в центр, но никто не открылся. А вот здесь Энна Сыри сделал неточную передачу. Ну же, классно выкатывают на Джеймса Дэвиса. Дэвис обыгрывает голкипера, но тот успевает кинуться в ноги и забрать мяч. Был хороший момент, и Энна Сыри очень здорово сыграла в этом эпизоде. Ну а теперь атака Кёльна. У нас 7 сыгранных матчей и 7 пропущенных голов. Пока что вот такая вот статистика. А вот уже выход на наши ворота, и здесь, ребята, Кёльн не прощает. У Кёльна 7 матчей и 6 забитых голов. Но вот сейчас, как я понимаю, это был седьмой. Радуются болельщики гостевой команды. И вот похожая ситуация. Но здесь голкипер не стал выходить точно так же, как сделал это голкипер Кёльна. В итоге удар прошел по центру, и это 1-0. Кёльн снова идет в атаку. Такое чувство, что у нас не хватает сейчас защитников. Здесь было какое-то микронарушение правил, или мяч попал в руку. Арбитр это заметил. 22-ая минута. И пока по-прежнему 1-0. Дэвис выигрывает верх, сохраняет мяч для своей команды. Ну и надо уже идти в атаку. Можно сыграть центр. Арбитр Дэвис. И что, это не штрафной? Ну я не знаю, ребята. Мне кажется, ногу Дэвиса запнули. Вряд ли бы он, так классно прокинув мяч, мог просто взять и упасть сам. Но арбитр промолчал. В итоге атака Кёльна. И они уже через левый фланг подходят к нашей штрафной. Ищут пока лазички. Передача прошла. Прострел в центр. И здесь наши защитники отбились. И поддерживают наши партнеры сейчас по флангу. Дэвис. Надо решать самому. Удар по воротам есть. И, к сожалению, его отражают. Еще одно спасение. Джеймс Дэвис. Александр Головин. Закатил на Дэвиса. Прострел. Энна Сыри, ребята. 1-1. Ну вот, наконец-таки, Джеймс Дэвис все-таки смог доставить мяч на партнера. Энна Сыри здорово открылся. И, ребята, у нас ничья. Ну и Головин здорово. Нашел нас передачи. И здесь уже не справилась оборона Кёльна. Это второй гол в шести матчах Энна Сыри. Это 42-ая минута. У нас снова ничья на табло. И ни в коем случае нельзя сейчас останавливаться. Джеймс Дэвис. Хороший отбор. Головин. А можно решить, ребята, вот так вот за пару минут. Мы переворачиваем ход матча в свою пользу. Александр Головин. Теперь уже мы находим его передачей. И он с левой реализует свой момент. К перерыву мы делаем камбэк. Это 2-1. Ну и Головин классно подкрутил. Вот то, что не получилось у Дэвиса. Не так давно, когда он отразил удар голкипера. А здесь Головин спокойненько послал мяч в дальний. 2-1. При втором забитом голе все началось с хорошего отбора Джеймса Дэвиса в центре поля. И там уже дальше оборона Кёльна просто проморгала. Момент. Ну а мы смогли решить. Исход эпизода сделает Александр Головин. Ну и пока свое слово не сказал в этом матче Джеймс Дэвис. Подача Дэвис. И мяч летит выше. Как, ребята, это было здорово. Не было никакого оффсайда. Джеймс Дэвис здорово откликнулся под передачу. Но голкипер спас. И мяч взмыл воздух. Над каркасом ворот. Еще одна подача. Уводим защитника. Удар. Но это мимо. Джеймс Дэвис. Энна Сери набирает скорость. А Дэвис бьет сам. И, ребята, не попадает. Ну вот пока в Дортмундской Баруси немножко прицел у него сбит на дальних ударах. У нас также поначалу было в Интере. Но потом, когда мяч начал залетать, Джеймс Дэвис настроил прицел и стрелял уже с хороших дистанций. Замены в обеих командах. У нас Энна Сери поле покинул. И вышел Крюгер. Ну а вот сейчас уже проваливается оборона нашей команды. Пас под удар. Удар по воротам есть, но не очень сильный. Голкипер спокойно мяч забрал в руки. И ответный пас. И можно на Крюгера сыграть. Крюгер выкатывает на Дэвиса. Ребята, вот это разыгровка. Здесь красиво все было сделано. Опа. Такое празднование, по-моему, первый раз у нас произошло. Отпраздновали мы чашечкой чая вместе с Гвардиолом. Ну и разыграли, конечно, изумительно. Здорово. Крюгер открылся. Здорово. Нашел нас ответные передачи. Ну и десятый юбилейный гол Джеймса Дэвиса в Бундеслиге. Канали с поля покидает. 62-я минута. Ну и разозлили. Разозлили футболисты Кельна нас своим первым забитым мячом. Опасная передача. Выходи, голкипер. Вот здесь он по-настоящему спас нашу команду. Перевод налево. Кельн в атаке. Подача. Удар. И будет удар от ворот. Даже не угловой. Идет последняя 10-минутка. Кельн в нашей штрафной. Удар по воротам. Спасает голкипер. Спасает каркас ворот. Но, ребята. Было положение вне игры. Финальная атака Кельна. Я думаю, арбитр даст ее довести. Он еще и минутки две добавит. Но здесь хороший перехват. И Джеймс Дэвис понесся в атаку. Прокидывает себе мяч. Дэвис уходит от соперника. Хоть его и хватает. Дэвис бьет, ребята. Крюгер, добей. И Хорн спасает. Хорошо, что у нас есть преимущество. А если бы это была ничья, ребята? Здесь, конечно, постарался голкипер гостей, чтобы спасти команду от разгрома. Еще одна попытка удара. Перевод. И снова вратарь. Арбитр не свистит. Ему нравится смотреть на такой футбол. Он, ребята, увлекся. Пас на Джеймса Дэвиса. Не пробил он головой. И вот теперь уже все. Это победа. Это камбэк, ребята. Это три очка. И давайте отправляться уже в лигу конференций. Мы встречаемся, друзья, с лидером турнирной таблицы. Пока что такая довольно оживленная борьба в группе. После двух туров мы на третьей строчке. Но у нас равенство с Норшеланом, которому мы, к сожалению, уступили. Сейчас посмотрим, на что способен Паок. У них четыре очка. Вот так вот выглядят стартовые составы. И, ребята, поехали. Поначалу, когда я увидел нашу группу, я подумал, что это будет легкая прогулка. И мы должны быть лидерами. Но, как видим, дела складываются пока не очень здорово. И все команды готовы биться. И, возможно, как раз именно с такими клубами чаще сложнее биться. Они навязывают хорошую борьбу. А может быть, просто и наша команда недооценивает таких соперников. Если бы здесь были, например, какие-то топ-гранды, то, ребята, и настрой у наших парней был бы совершенно другой. Ну, а так мы уже один раз выиграли, один раз проиграли. И посмотрим сейчас, что будет с Паоком, которые играют дома и идут уже в атаку. Пас на Джеймса Дэвиса. Хорошая скидочка. Удар поворотом 1-0. И здесь шикарно сыграл Александр Головин, ребята. Он изумительно выдал передачу на Джеймса Дэвиса. Снова шестая минута, наша любимая. И мы забиваем гол. Ну и вот здесь я честно подумал, что Головин будет бить соперника. А он выдал сам аккуратную передачу Дэвису. И тот с левой послал мяч в угол. 1-0. Быстрое, хорошее начало, и мы выходим вперед. Подача в штрафную. Наш капитан играет здорово на втором этаже. Джеймс Дэвис. Не получилось сразу выйти. Но мы мяч сохранили. И вот теперь вперед кидают Джеймса Дэвиса. Но не прошло. Джеймс Дэвис, передача направо. Ответный пас. Дэвис. Головин надо забивать. И 2-0, ребята. Пока что Паук ничего не может нам противопоставить. И мы с Александром Головиным делаем результат в этой встрече. Сначала он нам отдал голевую. Теперь мы его награждаем пасом. И он забивает второй гол Дортмундской Баруси. И снова все просто. Посмотрите, какие зоны у соперника. Там два защитника пытались Нессыри перекрыть. А Головин в итоге остался совершенно один. И спустя 20 минут после гола Джеймса Дэвиса Головин делает счет 2-0. И классная передача на ход. Головин. А он сразу пытался найти Нессыри. Но чуть-чуть бы посильнее пошла передача. Возможно, получилась бы более опасная атака. А так Паук, ребята, пошел в контратаку. И вот здесь уже по флангу пытались скрыть. Но Головин отрабатывает. И вот тут Дэвис на рывке. Классно. Залетает в штрафную. Уходит. Бьет по воротам. Спасает защитник. У нас просто чумовая группа, ребята. Там Башик Шахир выигрывает у Наршелана. 0-1 на выезде. А это значит, что сейчас они также набирают 3 очка. И в итоге до конца сейчас не ясно, кто может вообще из этой группы выйти. Но мы пока выигрываем. А это значит, что у нас пока 6 очков. 6 очков это первое место. На втором месте будет Паук. А Наршелан и Башик Шахир будут в своем активе иметь по 3. Это может быть отложенная карточка. Зафол против Джеймса Дэвиса. Нессыри набирает скорость. Скорость катил на Дэвиса, но пас не прошел. Головин, кстати говоря, поле покинул. Дал ему отдохнуть наш главный тренер. И как мне подсказали в комментариях, что Дортмундская Баруси это одна из багованных команд ФИФы, которая очень сильно играет в атаку. И даже если ты находишься в ней в роли футболиста, то ты тоже будешь сильно тратить тонус. Но вот сейчас отлично прошла передача по флангу. Залетает партнер в штрафную. Надо бить. А передача пошла на Крюгера. И тот, ребята, забивает третий. Хороший парень. Очень активно идет в атаку. Здорово подключается. И здесь, выскочив из-за спины защитника, он забивает третий гол нашей команды. Джонс. Передача на Дэвиса. Дэвис бьет в дальний. И не попадает. Ну вот немножечко везения. К сожалению, пока оно не на стороне Джеймса Дэвиса. Джеймс Дэвис. Джонс. Крюгер. Еще один удар по воротам. Крюгер делает дубль. Парень вышел на футбольное поле и начал просто уничтожать соперника. И здесь снова хороший отбор в центре поля. Ну и лицо, конечно, у Крюгера зловещее. Я вам так скажу. Когда он улыбается, становится страшно. 62-я, 68-я минуты. Крюгер делает дубль. И остается 20 минут. Вот так вот мы разносим паок. Ребята у них дома. 83-я минута сейчас провалилась. На левом фланге наша оборона. Прострел. Ну хотя бы здесь смогли отбиться. И можно. Можно найти сейчас Крюгера. Но он пока уводит соперника. Джеймс Дэвис. Полетел в штрафную сам. Дэвис. Надо бить. Добивание. Джонс делает счет. 5-0. 5-0, ребята. Какая боль, какая боль. Борусия, Дортмунд, паок. 5-0. Можно и такие песни уже петь. И гудит стадион. Там, мне кажется, болельщики уже просто начали уходить. Потому как так играть у себя дома просто нельзя. Залетает Дэвис в штрафную. Бьет в дальний. Тащит голкипер. Ну а Джонс просто на добивании посылает футбольный снаряд. Пустые ворота. Джонс забрасывает на Дэвиса. Дэвис заскакивает в штрафную. Удар. Еще один. И снова вратарь потащил. Но я не знаю. Будто все сегодня против Джеймса Дэвиса. Хоть первый гол мы и забили. Но дальше все пошло не по плану. Закончилось. Добавленное время арбитра. 0-5, ребята. Мы выходим на первую строчку в турнирной таблице. И возвращаемся в чемпионат Германии. Мы возвращаемся в чемпионаты. Как мы видим, нас уже обошла и Бавария, и Вольфсборг. Они сыграли свой девятый тур. Но у нас снова есть шанс выйти на первое место. Мы играем с Хофенхаймом, которые идут на восьмой строчке. Мы немножко подуставшие. Поэтому, ребята, нужно играть сейчас очень аккуратно. Потому как Хофенхайм полный сил. Они играют дома. И ребята, поехали. Идет небольшой дождь. Это хороший знак для нашей команды в плане дальних ударов. Потому как галкиперам будет сложнее их отбивать. Но при этом в такую погоду не всегда и с передачами получается все здорово. Давайте снова выбираем оценочку матча. Нам в очередной раз выставляют показатель десятку. Ну и поехали. Посмотрим, на что способен Хофенхайм. Сейчас очень важная для нас встреча. Казалось бы, играем с командой с восьмого места. Но нас уже обошли и Вольфсбург, и Бавария. Пошел перевод на правый фланг. И до партнера мяч не добрался. Но он навязал борьбу. Здорово. Дэвис разворачивается. Дэвис удар по воротам. Потащил вратарь. Неплохо разыгрывает Хофенхайм. Тринадцатая минута. Но здесь упустили мяч. И уже попытка атаки нашей команды. Джеймс Дэвис. НСР сделал на него скидку. Ну и надо открываться. Здорово. Дэвис. НСР черпачком найдем его. Ну же забить. Один ноль. Ребята, важный мяч. Шестнадцатая минута. И НСР показывает, что он все, ребята, видит. Ну и Дэвис. Классный черпачок. Дал над защитником. НСР подстроился и с правой ноги поразил ворота с линии вратарской. Один ноль. Это его третий гол в семи играх. Вот, казалось бы, Джеймс Дэвис столько забивает, ребята. А в итоге и голевых отдали уже немало. Дэвис. Мяч под левый. Удар в дальний. И снова спасает вратарь. Да что ж такое. Расстроен, конечно, и наш тренер. Он знает по матчам в прошлых командах, как Джеймс Дэвис может забивать. И здесь, в принципе, мяч неплохо лег на ногу, но вратарь дотянулся. А сейчас ошиблись. Футболисты Хофенхайма бьет Дэвис. И снова тащит голкипер. Ну я не знаю. Кто-то заколдовал мяч от ударов Джеймса Дэвиса. Все делаем точно так же. Но вратари раз за разом спасают. Пока, ребята, игра складывается по нашему сценарию. Айдара появляется на поле. У нас первая замена после перерыва. Ну и мы пока впереди 1-0. Единственный гол забил Анасыриц передачи Джеймса Дэвиса. Но, ребята, 1-0 это очень мало. Это такой же скользкий результат, как и футбольное поле сегодня. Нам сообщают, что Джеймс Дэвис на пороге исторического события. Но мы уже пытаемся в каждом чемпионате, где бы ни играли, сотворить историю. В чемпионате Италии это получилось. Посмотрим, что получится в Германии. Пока что Хофенхайм идет в атаку. Передача на Дэвиса. Снова Джонс. Надо бить. Удар есть. И, ребята, 2-0. Ну вот теперь точно станет попроще. За 20 минут до конца мы все-таки заковыряли этот второй мяч в ворота Хофенхайма и Джонс передачи Дэвиса. Делает счет 2-0. Анасыри покидает поле. Я бы отметил, наверное, в этой серии нашу оборону. Она действительно сегодня играет здорово. Без каких-то пока глупых привозов. Остается 10 минут. И снова хороший отбор. Блокар набирает скорость по левому флангу. Видит передачи Джеймса Дэвиса. Дэвис прокидывает себе мяч. Но там второй. Второй защитник. Как это красиво было бы, если Дэвис добрался в итоге до мяча. Ну а так, ребята, у нас конец матча. Звучит, друзья, финальный свисток. Это победа 0-2 на выезде. Мы сохраняем первую строчку в турнирной таблице. И на этом завершаем серию. Я надеюсь, она вам понравилась. Поддержите ее лайком. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Локи. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok